31 августа 2015 года в Верховной Раде были приняты изменения в Конституцию, предполагающую децентрализацию власти. Есть две точки зрения. Одна точка зрения — это позиция власти Петра Порошенко и его команды, и тех, кто проголосовал, что данные изменения, данный шаг нужен был для того, чтобы, во-первых, осуществить реальную децентрализацию власти, для того, чтобы показать западным партнерам, что Украина последовательно в реализации минских договоренностей, и плюс отправить еще мяч условно на поле другого игрока. Это одна позиция. Вторая позиция озвучена теми, кто не голосовал, кто критиковал. Радикальная партия Олега Ляшко. Партия Свобода. Вот говорят, что это все в угоду Кремлю, написано под диктовку Кремля, что это, в общем-то, чуть ли акт предательства, они прямо так и называли. Вот выгодно или невыгодно это было голосование Кремлю? Давайте честно. 31 числа не было проголосовано в целом изменения в Конституцию. То есть нельзя говорить, что это было только первое чтение. Соответственно, сегодня этот законопроект является все еще законопроектом. Это не является принятым законом о внесении изменений в Конституцию. Это только проект, который сейчас находится на подготовке ко второму чтению. Еще изменения не приняты в целом. А те трагические события, которые произошли под стенами парламента, они являются очередным маркером, что общество недовольно той политикой, которую проводит государство. В лице, конечно же, в первую очередь президента и премьер-министра, соответственно. Ну и ясное дело, что парламента, как представительского органа, в первую очередь этих двух политических сил, которые представляют президент и премьер, ну, соответственно, БПП и Народного фронта. Кому выгодно были эти события? Эти трагические события? Ну, безусловно, они были выгодны тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию внутри Украины и показать и западным партнерам, в том числе, о том, что... Это столкновения имеете в виду? Да-да-да, я имею в виду столкновения, я имею в виду эти гранаты. Я лично видел некоторых провокаторов, как мне показалось, провокаторов. Я впервые видел человека, который на трехколесном мотороллере разъезжал рядом с парламентом и призывал людей на стычки. Для меня это было... К столкновению, да? Да, да, на столкновение с органами правопорядка, ну, соответственно, в данном случае с Нацгвардией. Нацгвардия там не должна была присутствовать в принципе, это, я думаю, что здесь и вам, и мне прекрасно понятно. Но кому это было выгодно? Ясное дело, что это выгодно тем радикальным силам, которые есть внутри Украины, на украинской политической арене. То есть я говорю сейчас в первую очередь о партии «Свобода». И я, конечно же, должен констатировать, что это в любом случае на руку Кремлю, потому что в таком случае Запад видит, что не все так хорошо, не все так гладко. Но, с другой стороны, я хоть и являюсь ярым последователем и приверженцем той позиции, что минские соглашения должны выполняться, но я не считаю, что данные изменения в Конституции являются достаточными. Я считаю, что Украине необходимо принимать новую Конституцию, которая будет консолидировать общество, а не будет проливать кровь под парламентом, возле парламента, и, не дай бог, и внутри парламента. Продолжение следует...